Игорь Георгиевич Трофанов, заведующий лабораторией космической гамма-экспектроскопии Института космических исследований и руководителем проекта по созданию российского детектора, работающего сейчас на борту Curiosity. Мы обозначили это как «Зачем Земля на Марс?», соответственно, разговоры о Марсе, а, видимо, о том, как мы понимаем вообще наши задачи в связи с исследованием космических объектов. Большое спасибо, что Вы меня пригласили. Это мой такой первый опыт выступления на публичных лекциях, тем более в кафе, тем более в кафе, который называется «Завтрак». Очень приятно. Вот это первое, что я хотел сказать. Вдвойне это приятно, потому что я хочу поздравить всех присутствующих. У нас сегодня, как вы знаете, все народные праздники. У нас сегодня 55-я годовщина запуска первого источника в Синдеке. И вся прогрессивная общественность, которая занимается мотиватируемой космонавтикой, автоматическими аппаратами, отмечает этот день как День космоса. И я вот уже сегодня утром выступал у нас в Институте космических исследований. У нас тоже такая большая программа на сегодняшний день, где мы обсуждаем состояние, результаты и, конечно, самые интересные перспективы исследования, освоения космоса. Поэтому 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный искусственный демьявлит. Безусловно, он был прямо связан с этим вопросом, зачем Землянам Марс. И очень приятно продолжить эту дискуссию сейчас, 55 лет спустя. Кроме этого, я хотел сделать такой небольшой комментарий по поводу, как бы, то, что называется копирайта. Значит, все, что я буду говорить, это все мое. И это я все, так сказать, отдаю вам, уважаемые слушатели. Вот. Те картинки, которые я буду показывать, часть из этих картинок я тоже делал сам. Вот. И это тоже, пожалуйста, welcome. Можете на них смотреть, использовать. Вот. Но многие картинки, ну, например, вот эту замечательную картинку я просто у меня в интернете, совершенно не забочиваясь тем, какой у нее копирайт, кто у нее автор. Она просто свободно доступна в интернете. И такими же являются многие мои другие картинки. И здесь уж, пожалуйста, вы сами решайте вопрос о том, какие здесь есть правила, ограничения. Я, кстати, имею нулевого вот таких выступлений на эту тему не думаю. Ну вот, значит, я хочу сказать, что на самом деле, вот если говорить про интерес к Марсу, к изучению Марса, а тем более к освоению Марса, он, можно так сказать, что начался в ту эпоху, в 19 веке, когда астрономы, технические специалисты, которые работали вместе с астрономами, или, как говорят, астрономами, значит, они стали создавать большие телескопы. И вот итальянский астроном, как вы видите, в 1887 году, показал, представил первую карту наблюдения Марса, большой телескоп. И то, что это был большой телескоп, который позволял разрешать структуры на поверхности Красной планеты, значит, привело к тому, что он увидел, что, в общем, эти структуры достаточно необычные, и напоминают какие-то такие, так сказать, линейчатые образования на поверхности Марса, которые, конечно же, сразу же, так сказать, люди, естественно, что фантазия у людей всегда работает в сторону, так сказать, наиболее таких интересных, загадочных явлений, поэтому стали обсуждать, что эти структуры связаны с каналами на Марсе. И, в общем, это достаточно широко обсуждалось, причем в профессиональной среде, и не только в профессиональной, но и в публичных сюжетах. Вот здесь есть такая вот, у меня, мне в свое время подарили, такую, как бы, ксерокопию стахи. Эта газета очень респектабельная, The New York Times, как вы видите. И вот она в августе, по-моему, 27 августа 1911 года, всего-навсего, 101 год тому назад, опубликовала статью со ссылкой на астронома Лоула, который, вот видите справа фотографию большого телескопа, на котором он наблюдал Марс. Статья, значит, если вы ее так перво переведете, говорит о том, что вот наши соседи по Солнечной системе, они за очень короткое время создали новую систему каналов. Вот он наблюдал, ну, Марс обычно, когда находится в противостоянии, его, так сказать, удобно наблюдать, когда он близкий, это происходит каждые два года. Вот были проведены измерения вот с этим интервалом времени два года, и оказалось, что картинка другая. Ну, значит, раз все думали о каналах, а картинка другая, то это означает, что эти каналы выкопали вот за эти два года. Значит, он прикинул, сколько же надо потратить было усилий, какая должна была быть техника, что вот так сильно Марс перекопать. И, значит, был сделан вывод о том, что они, наверное, не просто цивилизация, гораздо более продвинутая цивилизация, чем наша в 1911 году, потому что наша в 1911 году вот так быстро каналы рыб не могла. И вот он приводит здесь две картинчики, которые показывают, насколько эта структура изменилась. И, вы знаете, я думаю, что вот в некотором смысле, это вот мое такое как бы личное чисто психологическое мнение, при том, что я не психолог, а астрофизик, но чисто психологически мне кажется, что на самом деле вот такие публикации, вот такие разговоры, они на самом деле значительно приблизили к нам и, может быть, даже определили прогресс космических исследований, потому что люди, вот молодые, входящие в жизнь люди того времени, они жили в условиях, когда просто считалось, ну, практически установленным фактом, что на Марсе происходят вот такие, так сказать, эффекты, такие явления, связанные с наличием там не просто жизни, а вот такой жизни, которая, так сказать, может быть каналы. Поэтому, конечно, стала развиваться фантазия в разные направления. Вот вы все, наверное, помните, читали «Войну миров». Значит, это одно из направлений развития фантазии. И я чувствую, у меня есть такое впечатление, что замечательный ученый, изобретатель американский Роберт Годдард, в честь которого назван ведущий НАСАВСКИЙ Центр, исследовательский Центр Годдарда, который фактически запускал первые американские ракеты, я думаю, что в значительной степени эти ракеты делались, запускались, потому что вот на Марсе же есть какие-то, так сказать, вот существа, и надо с ними познакомиться, и может быть даже не так печально, как в случае «Война миров». Значит, в другую сторону развивались мысли фантазии других писателей. Значит, только что случилось, как вы, наверное, знаете, из истории Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, пролетариат занимался тем, что строил новую жизнь. И Алексей Толстой, значит, придумал, что на Марсе вот есть аэлита, а туда должен был полететь гусев. И вот там, так сказать, стали происходить тоже разные социальные события. А в это время жил Сергей Королев, который, так сказать, все это видел, читал. И я думаю, что вот это, на самом деле, вот если вы почитаете воспоминания, мемуары, вы увидите, что у Королева было неудержимое стремление на Марс. Вот здесь, посмотрите, пожалуйста, вот приведена справа фотография космического аппарата, мне неудобно показывать, это вот здесь, Марс 1960 года. Это был первый аппарат, который Королев в рамках Советской космической программы отправил, ну, скажем так, пытался отправить к Марсу. И вы знаете, если бы этот аппарат успешно преодолел бы расстояние до Марса, причем я хочу сказать, в 60-й год, то есть в октябре 57-го года запустили вот такой первый спутник. В 1960 году уже вот этот аппарат полетел к Марсу. Если бы он долетел туда, то Советский Союз бы достиг Марса примерно день, ну, с точностью этой недели, когда был первый полет Гагарина. То есть вот настолько было велико стремление этих людей, вот выйти за пределы земной среды, выйти в далекий космос, и не просто в далекий космос, а вот конкретно на Марс все-таки. Вот ведь даже Луна меньше интересовала. Это, безусловно, было таким фактом. И то, что действительно Советский Союз, вот эта советская космонавтика того времени, вот этих первых 10-15 лет, сделала первую в мире успешную посадку на Марс в 1971 году, 2 декабря, я думаю, вот чисто психологически, обсуждая вот такие как бы мотивации науки в развитии техники, я думаю, что это, может быть, пришло вот от этой самой аэлиты, от этих каналов, от этой, так сказать, борьбы миров, описанной Куэллсом. То есть люди пытались выйти вот на тот новый горизонт, где, возможно, существует какая-то новая сущность, какая-то новая форма жизни и вроде как разумной жизни. Но вот этот импульс, который был дан вот этими первыми полетами, безусловно, был очень сильным. И тем более, что довольно быстро военно-политическое руководство и нашей страны, и Соединенных Штатов понял, что это на самом деле значительно такой серьезный способ демонстрации стратегического военно-политического преимущества. Поэтому были такие моменты времени в нашей стране, когда вот эти Марсы запускались просто пачками. То есть у нас были запуски, когда по четыре аппарата уходили в сторону Марса. Значит, не все эти аппараты успешно долетали, некоторые долетали. Вот, в частности, аппарат Марс-5, орбитальный спутник Марса, вполне успешно провел свою программу. Немного, но, тем не менее, 120 фотографий поверхности было получено. И люди впервые увидели Марс вблизи. Но и на самом деле, конечно же, было разочарование. Конечно же, увидев Марс вблизи, значит, много, так сказать, люди, которые ожидали, ну, скажем так, сенсационных открытий, были разочарованы, потому что никаких, в общем-то, признаков присутствия там разумной жизни какой-то инфраструктуры не было обнаружено. Вот, и надо сразу сказать, что вот все те разговоры о том, что что-то там есть вот такое, что похоже на какие-то там развалины, пирамиды и так далее. Никто это сейчас серьезно не обсуждает. Значит, у нас нету таких свидетельств определенных, что там есть какие-то такие объекты. Вот, и с другой стороны, стало примерно понятно, что такое Марс. И стало понятно, что, скорее всего, это Марс мертвая планета, сухая и холодная. И если она была когда-то, так сказать, активной, и когда-то на ней происходили какие-то процессы возникновения жизни или присутствия жизни, то это, скорее всего, были какие-то только формы примитивной жизни, которые, так сказать, не дали никаких заметных следов на поверхности. Завершилась программа Аполлон. Программа Аполлон, как вы знаете, была частью гонки США с Советским Союзом за первый шаг по Луне. Значит, сделали американцы этот первый шаг, потом еще несколько шагов. Завершилась программа Аполлон, но осталось технологии больших ракет, Сатурн-5, космических аппаратов, которые пригодны для межпланетных полетов, для полетов на Луну. И значительная часть этих технологий была очень успешно использована нашими коллегами в НАСА. И они реализовали вот этот замечательный проект «Викинг-1, Викинг-2» в конце, в середине 70-х годов, уже после завершения программы Аполлон, но воспользовавшись многими технологиями этой программы. И вот, значит, действительно уже просто на посадке, просто была совершена посадка от большого тяжелого. Вот эта наша посадка, советская посадка, это был, в общем-то, не скорее, а просто инженерно-технологический успех, потому что фактически связь с аппаратом прервалась спустя несколько секунд, или десятков секунд, как он приморсился, и никакой реальной информации, такому научному значению, не было передано, был только зафиксирован факт мягкой посадки. А «Викинги», напротив, проработали очень успешно, вот не только сфотографировали панораму, но также провели такую первую попытку анализа, изучения вещества Марса непосредственно на поверхности, опять-таки, с главным вопросом, есть ли жизнь на Марсе. Но уже, так сказать, более-менее успокоились, понят, что никакой там элиты или других форм разумной жизни нету, но все-таки вопрос о том, а есть ли там хоть какая-то жизнь, пускай самая примитивная, он, так сказать, безусловно, волновал уже в большей степени ученых, чем общественность. Ну и вот «Викинг» был направлен на то, чтобы ответить на эти вопросы. Ну, в соответствии с современной точкой зрения астробиологов, к которым я отношусь, представляется, что все-таки мог, в принципе, мог могла аппаратура «Викинга», вот те процессы, которые там использовались, исследовательские, они могли пропустить проявление жизни. И поэтому, по общему мнению, сейчас нельзя сказать, что отрицательный результат проекта «Викинг-1», «Викинг-2» закрыл вопрос о присутствии на Марсе примитивной жизни. Но я дальше еще два слова скажу, то есть, и право, как вот это утверждение, как бы немножко разогрет этот сюжет. Но космонавтика продолжалась, космонавтика развивалась. Достаточно много аппаратов слетали на Марс вот в эту активную фазу космической гонки. Затем наступил некий перерыв. На самом деле он, в общем-то, наступил, когда стало понятно, что вот зверьки по поверхности Марса не бегут. И все-таки тогда как-то вот этот интерес отклынул, потому что стали какие-то другие интересы возникать. И 80-е годы фактически были такими относительно спокойными. В 90-е годы только два спутника полетели, в 90-е годы прошлого века только два спутника полетели к Марсу, таких больших, настоящих. Причем так как-то получилось, что оба аппарата погибли. Американский Марс-Абсорвер, недолетев, погиб. И тогда уже российский Марс-96, он просто не смог улететь на межпланетную орбиту. К сожалению, его неудачу повторил относительно недавно проект Фобосгрун. И два небольших аппарата НАСА, причем в значительной степени при поддержке военных, отправили к Марсу, это Клементина и Лунных проспектах. И затем в конце 90-х годов, спасая программу Марс-Абсорвер, вот этот погибший аппарат, туда также стали летать марсианские спутники. И уже началось планомерное изучение, спокойное, без ожидания завтрашней сенсации, изучение планеты. Вот здесь вы видите картинку Марса с полюса, с северного полюса. Значит, это марсианская северная полярная шапка. Значит, стало более-менее понятно, что Марс не уж не такая совсем сухая планета, что все-таки там есть полярные шапки. Эти полярные шапки представляют собой районы залегания ледников, причем на севере это, скорее всего, лед H2O, то есть настоящий лед, который нам хорошо известен. На юге в среднем холоднее, поэтому на юге лед воды также перемежается. Есть области, где преобладает сухой лед. Это лед из углекислого газа, лед СО2. И вот это планомерное исследование постепенно приводило к, знаете, такому, так сказать, постепенно возрастающему, сенсационному пониманию того, что тот Марс, который сейчас мы наблюдаем, это совсем не то же самое, каким Марс был после того, как он образовался как планета и просуществовал первые десятки, сотни, миллионов лет. Дело в том, что вот на этом снимке, я думаю, что это снимок с аппарата Марс-Сервейера, который там летал в конце 90-х годов, американский. Значит, на этом снимке вот здесь с высоким разрешением показан пример высохших русол рек. И те люди, которые занимаются морфологией русол, которые изучают реки, как они образуются, как они текут. Ведь эти люди совершенно определенно говорят, что это безусловное доказательство того, что здесь протекала Марсианская река. В этой реке было много притоков. Причем, знаете, даже вот они говорят, что вот она когда-то меняла свое русло. То есть это была достаточно продолжительная фаза в жизни планеты Марс. Когда по ее поверхности текли реки, а значит, эти реки наполняли озера, а значит, там могли быть моря, а значит, там была толстая атмосфера. Потому что мы знаем, при каких условиях свободная вода может существовать на поверхности Марса. Это накладывает условия на температуру на поверхности, на толщину атмосферы. И, в общем-то, получается, что в эту эпоху, я вот к этому сюжету буду много раз возвращаться, в эту эпоху Марс был, в общем-то, вполне пригоден для жизни. И вот если сказать, что примерно в это же время на соседней планете, на Земле, примерно с такими же условиями обитания, жизнь примитивная уже возникла, то тогда возникает совершенно естественное предположение, что в аналогичных условиях, примерно в таком же, так сказать, как в тех же климатических условиях, примитивная жизнь на другой планете, на соседней планете, на Марсе, тоже могла образоваться. Но, значит, вот эти разговоры про прошлое, уже, вот видите, совсем недавно, вот наблюдения 99-го года и 2005-го года, тоже с орбиты, с очень хорошим пространственным разрешением работает видеосъемка телекамер, вы видите, 300 метров, вот шкала в левом углу. Значит, стало уже выясняться, что вообще-то там вода и сейчас присутствует. Вот на некоторых склонах, кратеров, достаточно крутых, стали обнаруживать новые особенности, вот как вы видите, справа стрелкой показана, которые очень естественно интерпретировать, там могут быть другие интерпретации, что это и не H2O, что это и не вода, но все-таки с точки зрения многих, и можно сказать, что большинства, это свидетельство того, что произошел выброс воды, может быть, из-за локального удара астероида или каких-то, так сказать, подвижек на поверхности неустойчивых, произошел выброс воды из приповерхностного резервуара на поверхность, вот, так сказать, мы видим промоину. Вода не может существовать на поверхности Марса в свободном виде в какое-нибудь разумное время, поэтому, конечно, эта промоина сразу же испарилась, вода сразу же ушла, но след остался, этот след хорошо заметен, и стало возникать представление о том, что современный Марс – это не высохшая каменюга, холодная и безводная, а это все еще гидрологически активная природная среда. Вот эта неудача Марс-обзорвера, которая была, она продолжала приводить к тому, что запускались новые и новые аппараты, потому что все-таки НАСА хотела провести полную программу исследований, которые им удалось провести на Марс-обзорвере, на нескольких более легких аппаратах. И вот полетел в 2001 году к Марсу космический аппарат Марса «Дисей». К тому времени, после того, как мы потеряли Марс-96, но при этом у нас уже более-менее установилось сотрудничество с американскими коллегами, нас пригласили участвовать в этом проекте. И в рамках этого проекта был реализован один из тех экспериментов, который мы не удалось провести на Марс-обзорвере, и потом тоже его не удалось провести на нашем российском Марс-96. Это эксперимент по изучению нейтронного излучения с поверхности Марса и гамма-излучения с поверхности Марса. Дело в том, что у Марса тонкая атмосфера, и галактические и космические лучи, о которых вам, возможно, рассказывали астролизики, это тяжелые заряженные частицы, которые практически заполняют всю нашу галактику. Они приходят далеко, из далеких расстояний, вероятно, вспышат цвет новых звезд. И это некий, так сказать, общий радиационный фон, в котором живет наша Солнечная система, и от которого мы здесь на Земле предохранены магнитным полем и толстой атмосферой. Значит, у Марса нет магнитного поля, он его потерял, и это практически надежно сейчас установлено, что потеряв этот влажный и теплый климат, он потерял также магнитное поле. У Марса тонкая атмосфера свою, толстая атмосфера он также потерял. Поэтому космические лучи свободно проникают через эту тонкую атмосферу, взаимодействуют с веществом, в ядерных реакциях выбивают нейтроны и гамма-лучи, и эти нейтроны, прежде чем выходя из-под поверхности, их можно регистрировать с орбиты, естественно, что они не долетают далеко в космос, это нельзя регистрировать с Земли, хотя бы потому, что нейтроны распадаются. Но с орбиты это можно мерить, и поток нейтронов, их распределение по энергиям, очень хорошо чувствует присутствие водорода, легкого элемента, ядро которого протон имеет такую же массу, как и нейтрон. Поэтому если нейтроны распространяются в веществе, где много водорода, они там эффективно замедляются, меняется спектральное распределение их потока, и это очень сильный эффект, его можно наблюдать с орбиты. И вот здесь художник воспринял такую картинку, как Марс-Одиссей наблюдает планету Марс, и он на этой картиночке показал для таких публичных лекций, что в рамках этих наблюдений удалось обнаружить, что оказывается под поверхностью сухой и холодной Марса есть много воды, причем много настолько, что это не просто, скажем так, промерзший, мокрый песок. Вы знаете, зимой, если песок мокрый, он просто твердеет, как бы цементируется льдом. Так вот, оказывается, льда гораздо больше, можно говорить о том, что лед там является просто основным породообразующим ледом. Вот если показать уже не такую, так сказать, обывательскую картинку, а научную картинку того, как по данным нейтрона представляется присутствие воды на поверхности Марса, и если Марс нарисовать в виде такой глобальной карты, где север наверху и юг внизу, и это вся планета от нулевого берегиана до нулевого берегиана, то вот синий цвет показывает степень присутствия воды, и вот оказывается, что практически всюду на севере выше 60 градуса, где-то в каких-то районах, где, в общем-то, почти язык доходит до 40 градуса широты, и аналогично на юге, также ближе к южному полюсу от 60 градуса, там просто полно воды. То есть вот если интерпретировать данные нейтронных измерений с точки зрения присутствия воды, то полно просто означает, ну вот скажем, 40-50% воды по массе. Это просто уже не поймем, что ли это реголит с водой, а скорее просто это грязный лед. И оказалось также, что в экваториальных районах, в которых, в общем-то, полуденная температура может вполне достигать выше 0 градусов Цельсия, там может быть и 20 градусов Цельсия, и 30 градусов Цельсия, здесь тоже есть районы, которые имеют признак по нейтронам присутствия относительно высокого содержания воды, и эта оценка здесь может составлять 10-12%. И таким образом, вот фактически, вот эти результаты Марс-Одиссей, они, если говорить таким научно-философским языком, они изменили парадигму, они изменили представление о Марсе, и люди, которые его изучают, стали понимать, что да, действительно, с Марсом произошла серьезная катастрофа, да, действительно, так сказать, он сейчас другой, не такой, каким он был в пору своей юности, но вот вода у него не ушла в космос вместе с потерянной атмосферой, а значительная доля воды осталась на планете, и, в общем, люди, когда обсуждают, сколько воды, и говорят о том, какой глубины мог бы быть океан, если бы всю вот эту обнаруженную марсианскую воду распределить равномерно по поверхности планеты, такой, в общем, вполне приличный океан, то есть это могут быть метры, десятки метров такого-то, так сказать, водного ахея. Не считая полярных шапок, вот я вам уже сказал, что да, полярных шапок вперед есть, но это буквально, так сказать, маленькие островки в окрестностях полюсов, а здесь мы имеем дело, как видите, с гигантскими районами. И все-таки хотелось это дело проверить, хотелось убедиться, что действительно, ну, дело в том, что все-таки вы будете слушать другие лекции по ядерной физике, по инвентарным частицам, вы увидите в этих лекциях все-таки насколько вот в таких измерениях результат конкретного измерения опосредован тем способом обработки этих данных, их трактовки, когда уже, так сказать, делается, ну, скажем так, научное утверждение. Все-таки это достаточно опосредованный процесс познания. И, конечно, все-таки всегда людям хочется пощупать, попробовать и действительно убедиться, что, скажем, в данном случае ядерная наука не вводит нас в заблуждение. Поэтому американцы не поленились, потратили еще, так сказать, вполне небольшую сумму денег, где-то порядка 300 миллионов, и отправили вот сюда специальный посадочный аппарат, называется «Феникс». Вот его тоже, так сказать, такое изображение художником насовским. И этот аппарат просто примарсился в то место, где, по данным Одиссея, находится вот эта богатая водяным льдом вечная мерзлота. У этого аппарата был манипулятор. Такая вот небольшая система для копания. И действительно снял буквально несколько сантиметров вот этой вот марсианской пыли, которая накопилась из-за марсианских глобальных буль, там, может быть, за миллионы, может быть, за сотни тысяч лет. Когда этот поверхностный слой был снят, то действительно был обнаружен водяной льд. То есть сейчас можно сказать, что не только исходя из данных электронных наблюдений, но вот из прямых таких вот чисто геологических, даже, можно сказать, бытовых способов изучения было подтверждено, что да, да, там есть водяной льд. И вот тут я хотел бы вернуться на несколько кадров назад, вот к викингу, и сказать, вот вы знаете, один из викингов, он просто совершил посадку именно туда. То есть вот викинг, который искал жизнь, его от этого водяного льда отделяло буквально 10 сантиметров вот этого сухого песка, и никому это тогда не приходило в голову. То есть вот когда иногда мне приходится спорить о том, можно ли все делать в космосе роботами, или человек все-таки нужен, вот я привожу этот пример о том, что человек нужен. Потому что, конечно, любой автоматический космический исследовательский аппарат, он все-таки делает то, что соответствует той парадигме его, так сказать, создателей, когда они его отправляли. И вот в рамках этой программы исследований он именно эти исследования может сделать. Вот если бы там оказался астронавт, или еще тем более космонавт, он бы, безусловно, бнул под ногой пару этих камней, увидел бы, что там лежит водяной лед, и мы бы тогда совсем иначе бы относились к планете Марс, начиная с 1976 года. То есть я считаю, что вот это очень хороший пример того, что могут делать автоматы, и чего автоматы делать не могут. Надо было провести орбитальное исследование, сделать нейтронную карту, ее осознать, пустить туда специальный новый аппарат, чтобы снять несколько сантиметров грунта и обнаружить водяной. Это немножечко комментарий о процессе познания космонавтики. Ну вот интерес, очень большой интерес, в общем даже такую загадку представляет собой вот эти области, которые были обнаружены на экваторе, потому что, в общем, почему вдруг в этом районе, причем опять-таки по иронии судьбы он называется Арабией, то есть по своему названию он должен был бы быть тоже таким очень сухим. Значит, здесь есть вот такая, видите, такое синее пятно, это вот эта Арабия увеличенная, вполне в области экватора. И здесь вот 10-12% должно быть воды в соответствии с данными нейтронных измерений. Значит, если мы в этот кружок заглядываем с помощью телевизионных картинок более внимательно, то вот оказывается, что, в общем, там действительно такой рельеф, который, может быть, и мог быть причиной тому, что здесь накопилась вода. Вы видите, что здесь когда-то текла вот эта речка. Вот эта речка со своими притоками впадала в некую, так сказать, впадину. Эта впадина в какой-то древний кратер. Причем, обратите внимание, вот этот кратер, он гораздо менее изрезан, чем соседние кратеры. Может быть, это свидетельствует о том, что он был дном древнего озера, и, ну, как бы, ил, там, песок, все, что приносит речка, постепенно откладывалось на его дни, и поэтому он стал таким более гладким, менее глубоким, чем соседние, более поздние, более молодые кратеры в этой области. То есть, на самом деле, на самом деле, вот это современное представление о Марсе, это представление о планете, которая имела воду, и которая воду не потеряла, а сберегла в значительной степени под своей поверхностью. И тут я тоже не могу не удивиться вот такому, знаете, интуитивному, интуитивному, эмоциональному, если скажем, можно так сказать, предчувствию тех людей, которые делали кинькин зацам. То есть, я хочу сказать, что эта удивительная интуиция проявилась вот в этих вот, вот в этой вот концепции, так сказать, спрятавшейся под сухую, холодную поверхность, вот это, там, не важно, в каких штанах они ходили, а важно, что они спрятались под поверхность. И я хочу сказать, ну вот откуда тоннели? Тоннели, тоннели, да. Откуда они догадались, что вот именно так должно быть? Вот я хочу сказать, ведь ученые к этому много шли, и аппараты космические запускали, и спорили, и ругались, а вот человек просто почувствовал и сделал фильм. Ну, правда, там вот я еще не очень уверен насчет телепортации, насколько он это хорошо почувствовал. Вот, но что касается вот этого ухода, ухода жизни, поверхности в глубину, это вполне, вполне какое-то, сказать, замечательное, интуитивное, ну, можно так сказать, прозрение, что ли. Вот. Значит, в это же время примерно, я думаю, что первыми это обнаружили европейцы на спутнике Марс-экспресс, ну, фразочку такую скажу короткую, вот, когда мы потеряли Марс-96, то у нас, в общем, было тут совсем разгроты шатания, были 90-е годы, и, в общем-то, вообще Марс-96 полетел только по инерции, в общем, уже почти совсем было не до этого, но, тем не менее, вот его пытались запустить, и неудачно. И там были европейские приборы. Ну, и европейские коллеги обратились в Европейскую космическую агенцию, чтобы все-таки эти приборы вот привезти к Марсу, потому что приборы разработаны, они хорошие, они дадут хорошие, могут дать хорошие, интересные результаты. Они сделали такой относительно небольшой аппарат Марс-экспресс, он до сих пор успешно продолжает сейчас работать на орбите вокруг Марса, кстати, помогает вот марсоходу Curiosity отчасти передавать данные. И вот замечательным результатом, одним из замечательных результатов этого европейского проекта Марс-экспресс является тоже, так сказать, достаточно интересный факт наблюдательный, это обнаружение молекул метана в Барсианском море. Вот вы здесь видите внизу просто то, как, ну, вот здесь, к сожалению, засветки не очень хорошо видно, это просто рельеф Марса здесь показан. Вот это, помните, я вам говорил, Арабия? Вот это та самая Арабия, где мы видим относительно много воды. И оказалось, здесь желтым цветом показано, вот здесь, и также вот в окрестности этого мулканического массива Тарсис, оказывается, что здесь присутствует, ну, скажем так, заметное, измеряемое количество молекул метана в атмосфере. И это, в общем, относительно, можно так сказать, относительно тоже такая серьезная проблема терезагадка. Проблема для тех, кто этим занимается, загадка для тех, кто этим интересуется, метан в атмосфере Марса. Потому что, ну, можно придумать способ производства метана, говорят геофизики, люди, которые занимаются внутренним строением, вулканами, можно придумать естественный процесс производства метана. Но кажется, что гораздо проще метан производить бактериями. И при этом очень важное свойство метана заключается в том, что он распадается в атмосфере. То есть, если бы он образовался бы очень давно, то его бы сейчас уже не было. То есть, вот этот его конечное время присутствия в атмосфере, облучаемый Солнцем, фиолетов и так далее, показывает, что есть постоянный источник. То есть, из того факта, что сейчас, разными способами, не только на аппарате Марс-Экспресс, но также другие аппараты это называли Земли тоже. Есть в атмосфере Марса метан. Это, опять-таки, ставит вопрос о том, что что-то там происходит такое, что мы еще не понимаем. И среди вариантов объяснения этого процесса может быть также эффект жизнедеятельности примитивных органом. И вот, с учетом всех этих загадок, американское космическое агентство НАСА в 2004 году решило создать марсианскую научную лабораторию, которая, так сказать, пройти, выбрать наиболее интересный участок поверхности Марса, пройти заметное расстояние по этой поверхности, ну, скажем, 20-30 километров. Причем пройти не только для того, чтобы изучить разные локальные области вдоль этой трассы перемещения, но также в значительной степени еще, знаете, для того, чтобы примирить инженеров с учеными. Потому что, если бы вы присутствовали на совещаниях в конференциях по выбору места посадки всех этих аппаратов, вот я участвовал в конференциях по выбору места посадки аппарата периодически, то вы бы увидели, что там есть как бы два уровня спора. Все ученые объединяются и спорят с инженерами, потому что инженеры хотят садиться на плоский стол. И, в общем, чтобы это было практически идеальный такой, знаете, естественный космотрон, чтобы они сюда сели, чтобы склон был меньше 5 градусов, чтобы камней не было, чтобы атмосфера была очень наверху толстая, чтобы парашют сработал и так далее. Конечно же, ученых, знаете, как маленьких детей, их тянет куда-нибудь обязательно на крутой склон, на горку, еще дай бог какую-нибудь дырку и так далее. И вот, значит, если у вас машина мобильная, то, в принципе, вопрос решается тем, что вы садитесь туда, где поровнее и подъезжаете туда, где поинтереснее. И поэтому это не только изучение переменности вдоль трассы движения, но это также, так сказать, совмещение интереса научного с прагматизмом инженерного. Ну, вот, когда формулировали задачи этого марсохода и, соответственно, задачам его приборный состав, то в качестве приоритетной задачи было поставлено следующее. Значит, выяснить присутствие на Марсе условия, пригодные для жизни. Вот, наши американские коллеги, они не сформулировали такую задачу, как найти, подтвердить присутствие жизни на Марсе или достоверно это утверждение опровергнуть. Задача была поставлена, я считаю, гораздо более корректной и правильной, а именно проверить, насколько природная среда на Марсе, не только на современном, но и на том древнем первичном Марсе, насколько эта среда была позитивной, пригодной для зарождения примитивной жизни, для присутствия примитивной жизни. Значит, в рамках этих обсуждений был даже сформулирован такой слоган «Following the water», следуя воде. Поскольку астробиологи, они всегда утверждают, что примитивная жизнь, возникновение, эволюция, возникновение всех этих структур, мембран, всех этих сложных процессов, метаболизма, это все лучше всего возникает, эволюционирует в водной среде. Вода для этого очень благоприятна. Поэтому интересно изучать вещество грунта, проводить исследования там, где в грунте присутствовала или присутствует вода. И, исходя из этой задачи, вот они пригласили нас принять участие в этом проекте, потому что мы могли представить прибор, вот он здесь наверху показан, как две такие брестки. Это активный прибор, который излучает нейтроны, это импульсный нейтронный генератор. Он испускает короткие мощные импульсы нейтронов продолжительность две микросекунды и в каждом импульсе 10 миллионов нейтронов. Эти нейтроны облучают поверхность Марса, причем тут уже в этом случае происходит, он стоит здесь, вот этот генератор, вот он стоит на борту марсохода, и он облучает вот такое вот пятнышко с размером порядка двух метров. То есть это не то, что мы с орбиты наблюдаем и видим, так сказать, от горизонта до горизонта и пойми, откуда пришло конкретное излучение, которое мы трактуем как присутствие воды. В данном случае мы уже можем говорить о том, приехал марсоход на мокрое место или он находится на сухом месте. И чтобы это сказать, нам нужен не только генератор, но также вторая часть прибора это детекторы, которые вот эти вторичные нейтроны мерят. Это немножко похоже на томографию, на то, что сейчас делают в медицине, когда, так сказать, облучая хорошим проникающим излучением тот объект, который вас интересует, можете, наблюдая его с разных направлений, понимать его, так сказать, трехмерную модель. Это, в общем, достаточно близкий метод. Впервые, конечно, этот метод здесь, в данном случае, используется на другом небесном теле благодаря этому нашему прибору. Тут мы можем, так сказать, просто немножко похвастаться. Вот. Ну и действительно, как вы все знаете из новостей, из интернета, слава богу, успешно Curiosity опустился на поверхность Марса. Сейчас уже, так сказать, пройдет, если я правильно помню, 50-й, или там даже больше, марсианский день этой экспедиции. Уже достаточно большое расстояние пройдено. Вот вы здесь видите шкалу. Это 200 метров. Ну, это для основной задачи миссии примерно на 1 сотая. Мы думаем от 20-30 километров. Но вы посмотрите, как увеличилась постепенно продавлительность одного как бы переезда. То есть, действительно, проект, люди, которые управляют Curiosity учатся, постепенно его, так сказать, вести по поверхности. Сам Curiosity учится, то есть, он все больше и больше системы этого аппарата входит в такой номинальный режим работы. И сейчас мы едем в эту точку, в точке, где является интересная геологическая структура. Там вроде бы три разных геологических фрагмента сходятся в одном месте, и здесь во-первых, интересно провести такие пробные исследования, во-вторых, это хорошее место для калибровки приборов, для понимания того, что мы можем измерить в других местах. Ну и вот совсем недавно, если я правильно помню, на прошлой неделе была проведена пресс-конференция в НАСА, которая заявила, что марсоход Curiosity, который находится на этом элипсе, вот в этой точке, это элипс посадки, он видит на поверхности с разрешением, здесь вы видите, порядка одного сантиметра, он видит на поверхности такие структуры, которые, по мнению специалистов, которые занимаются руслами рек, просто фактически однозначно соответствуют признакам высохшего русла ручья или реки, которая протекала в этом месте, причем протекала достаточно долго, тут образовались камушки, которые я бы, так сказать, в бытовом разговоре просто назвал бы галькой, тут есть структуры, где эта галька была как бы сцементирована каким-то виском, какими-то базальтовыми, так сказать, фрагментами, и я хочу сказать, что, в общем, это достаточно убедительное подтверждение, так сказать, уже теперь не с орбиты, а прямо вот на поверхности действительно мы находимся в том месте, где когда-то текла река, и это, на самом деле, достаточно обещающее утверждение, потому что это означает, что мы можем набраться, добраться до того места, куда эта река притекла, и если там образовывались такие, ну, я так скажу, таким бытовым языком или спеотвожения, если это происходило сотни, миллионы лет, то действительно там, если когда-то была какая-то биологическая активность, то, безусловно, признаки этой биологической активности там должны были сохраниться, законсервироваться, и в этом смысле я думаю, что вот кратер Гейл, который был выбран вот в этом районе, видите, близко к экватору вот в этом месте, это достаточно правильный выбор. Однако, тут существует загадка, и я думаю, что это хорошо, что здесь есть загадка, потому что, если есть загадка, значит, есть прогресс науки. Эта загадка заключается в том, что, вот я вам уже показывал карту, которую мы получили с орбиты, и вы видите, что здесь, в этом месте кратера Гейла цвет показывает в общем присутствие достаточно заметного количества воды. Самое сухое место на Марсе это долина Солнца, вот это самый красный цвет. Я вам уже рассказал про Арабию. Это место, это, конечно, не Арабия, но, в общем, вполне такая голуболата из себя. И если сделать такую ядерно-физическую оценку, то получается, что можно здесь ожидать где-то 3-7% воды, а мы сейчас на нашем приборе, вот когда мы мерим вдоль трассы движение, мы получаем, что это где-то порядка 1-2%. Значит, из этого следует, и я вот сегодня у нас в институте на конференции это сказал, что нас ожидает гораздо большее содержание воды в том районе, куда мы приедем, где, в то место, где этот ручей когда-то впадал, и где вот это древнее озеро когда-то существовало, вот, и если это произойдет, то это, так сказать, замечательное, ну, скажем, подтверждение всей вот этой модели, если этого не произойдет, то, в общем, эта загадка станет еще более серьезной, но и будем, так сказать, вместе с нашими коллегами эту загадку решить. на этом я заканчиваю основную часть своей лекции и перехожу к вопросам, которые соответствуют ее заголовку. Значит, и так у меня была и в аннотации написана, что я вначале вам скажу, что мы сейчас знаем о Марсе, но вот я сейчас это сказал и кроме этого даже еще сказал, чего мы не знаем. А теперь я постараюсь уже, так сказать, ну, поговорить, порассуждать, поотвечать вот на этот вопрос зачем землянам Марс? Ну вот, я думаю, что первая причина, по которой землянам нужен Марс заключается в том, что мы действительно должны понять происхождение и эволюцию Земли и Марса этих двух планет Солнечной системы земной группы, на одной из которых вот мы имеем счастье жить и при этом мы понимаем, что у Марса была, так сказать, другая судьба. Марс испытал по-видимому очень серьезную катастрофу, связанную со столкновением с большим небесным телом. И, кроме того, мы знаем, что и на Земле тоже время от времени происходили такие катастрофы, но не такие громадные, не такие вселенские. Ну, там, так сказать, погибли длиннозавры, но более-менее все-таки планета сохранилась, не потеряла магнитное поле, не потеряла атмосферу. Так вот, изучение Марса, изучение Марса на самом деле позволяет нам понимать происхождение Земли, эволюцию Земли, и также вот эти возможные катаклизмы, вот эти события, которые, в принципе, могут происходить с планетами Солнечной системы, и мы просто достоверно знаем, что не в таком крупном масштабе, как в случае Марса, но и Земле они тоже регулярно происходят. Но вот на этой картинке из интернета вы видите астероиды, которые, так сказать, кружат вокруг нас, вокруг нашей центральной области Солнечной системы, показанной вот этим белым пунктиром, и вот те из вас, которые глазастые, могут разглядеть здесь зеленые и красные точки, так вот красные точки, это те, которые потенциально могут с нами столкнуться. Ну и, в общем-то, жить в таком окружении, конечно, достаточно невесело, и вы видите, опять-таки, неудачнику Марса, Марсу особенно не повезло, потому что он как раз находится на краю вот этого, так сказать, облака, и, может быть, именно поэтому с ним такое несчастье приключилось. Ну вот это карта поверхности Марса, которая как раз об этом несчастье свидетельствует, вот эта низменность Эллады, это, вероятно, как раз тот самый участок, посмотрите, какая она громадная она занимает, значительную часть поверхности планеты, это как раз район того столкновения, которое произошло на Марсе. На самом деле у нас происходили похожие столкновения, не такие большие, и что самое главное, у нас эти остатки, как бы, свидетельствующие о столкновении, они гораздо хуже видны, потому что, во-первых, у нас плиты континентальные двигаются, и вот этот отпечаток, если бы он был на поверхности Земли, он бы разошелся из-за того, чтобы соответствующие континентальные плиты просто разошлись, это раз, и во-вторых, у нас достаточно активная атмосфера, взаимодействие воды, суши и атмосферы, которые приводят к тому, что все это нивелируется. А Марс фактически без своей тектоники плит, Марс фактически хранит на себе отпечатки всех вот тех событий, которые с ним произошли, и вот здесь также обратите внимание на то, что северная часть марсианской поверхности существенно отличается от южной. Кажется, что южная это действительно так, это древняя, то есть это та поверхность, которая сформировалась и существует с самых ранних эпох существования Марса. А на севере кратеров гораздо меньше, это в общем такая, так сказать, громадная равнина, удивительно сферическая, то есть здесь поверхность Марса просто соответствует требованиям гравитационного потенциала. И что-то серьезное должно происходить на поверхности, как вы понимаете, чтобы образовалась такая, так сказать, разная в глобальном плане разная форма поверхности. Значит, понимать это, ну, есть много гипотез, есть, так сказать, достаточно развитая наука в этом направлении, но понимать это еще лучше и понимать ответ вот на этот вопрос безусловно это очень важно. Значит, второй вопрос, я уже много раз этого вопроса касался, и сейчас я постараюсь это уже максимально четко сформулировать, это вопрос о жизни на Марсе. Ну, значит, этот вопрос, в общем, он является в значительной степени таким, даже, так сказать, ну, почти что фольклорным, значит, вы все помните карнавальную ночь, я думаю, что этот вопрос карнавальной ночи тоже пришел вот от тех, знаете, вот каналов войны миров, аэлит, то есть, действительно, ведь не случайно же в сценарии карнавальной ночи вот в лекцию вот этого немножко странноватого профессора именно этот вопрос был вставлен, а не вопрос о том победителя диктатуры пролетариата во всем мире или только в одной отдельно взятой стране. вот, ну и действительно вот публичное обсуждение и такое фольклорное обсуждение этого вопроса действительно, как мне кажется, свидетельствует айотовский в глубоком смысле для всех людей, даже тех, которые не занимаются наукой, потому что действительно вопрос о том, каким образом во вселенной образовалась организованная жизнь, то есть организованная структура, которая, так сказать, имеет признаки жизни, каким образом она образовалась на земле, как она дальше эволюционировала, потому что на самом деле тут трудно понять, как образовалась примитивная жизнь, я думаю, не менее трудно понять, как образовалась организованная жизнь, и уж совсем, может быть, трудно понять, как она стала в итоге разумной, если она на самом деле стала. То вот для того, чтобы понять эти все вопросы, действительно очень важно иметь еще другую экспериментальную площадку, вот у нас есть экспериментальная площадка Земля, есть космос, есть солнечная система, вот через эту солнечную систему, как мы здесь показываем, на разных врезках пролетают кометы, эти кометы являются странниками, они могут перелетать из одной звездной системы в другую, потому что окрестность каждой звездной системы, планетной системы, порядка окружена облаками кометы, они могут переходить от одной звезды в другую, и вот эта теория панспермии, о том, что жизнь распространилась откуда-то извне и пришла к нам на Землю, скажем, с кометами или там с какими-то другими небесными телами, на самом деле мы ее никогда не сможем проверить, если мы не посмотрим аналогичные процессы, аналогичные свидетельства на Марсе, на другой планете. опять-таки вода, вот если исследовать воде, и вода это наиболее благоприятная структура из наиболее распространенного водорода в космосе, в солнечной системе, и очень активного кислорода, извините, присутствие воды и насколько вода активно участвовала в эволюции планеты, это очень важный вопрос для понимания происхождения жизни на Земле, и в этом смысле вот варианты ответа да и нет, и в первом, и во втором случае это будет, так сказать, гигантская естественно-научная проблема, потому что если да, то мы тогда можем сравнить две разных формы жизни, которые вроде бы как образовались на независимых космических островах на разных планетах, если нет, то не менее важной проблемой является вопрос о том, а почему на одном огороде цветы растут, а на другом почему-то их нет. Третья причина зачем Землянам Марс, я думаю, что это просто перевод названия этого марсохода, я думаю, что это очень удачное название, только я его перевожу не как любопытство, а как любознательность, я думаю, что все-таки исходным было именно любознательность, и вот понять, почему древний влажный Марс стал сухим, и понять, каким образом образовалась Солнечная система, благодаря исследованиям Марса и других планет, понять другой очень важный вопрос, а есть ли планетные системы такие же, как мы имеем вокруг Солнца, вокруг других звезд, и исследовать пояс, пояс пригодный для существования вот той формы жизни, которую мы знаем, это, безусловно, важнейший фундаментальный вопрос, и любознательность в этом направлении, безусловно, будет нас вести все дальше и дальше на очередные горизонты естествознания. Значит, как образовалась наша галактика, как образовалась наша Вселенная, почему, вопреки началам термодинамики во Вселенной происходит процесс усложнения структуры, который в итоге, так сказать, создал вот эту нашу форму разумной жизни, это, безусловно, та тайна, ответ на которую, наверное, связан вот с этим свойством людей, которое называется любознательность. И я хочу еще тут сказать о неком таком, так сказать, социальном аспекте. Но вот мы все знаем, что наш соотечественник Константин Эдуард Салковский сказал эту великую фразу о том, что земля — это колыбель человечества, но человечество не будет постоянно оставаться в этой колыбели. Я цитирую по памяти. Так вот, мне бы очень приятно слышать эту фразу из уст администратора НАСА в одном из выступлений, в котором он обосновывал публично в музее НАСА в Вашингтоне, почему необходимо создавать космические аппараты для изучения дальнего космоса. И вот, когда я смотрю на наших детей, на подрастающего поколения, когда я слышу обсуждение о том, что у нас в стране происходит утечка мозгов, то вот мне кажется, что для того, чтобы этой утечки мозгов не было, причем утечка не только в смысле, знаете, что уедут за рубеж, а утечка, по-моему, гораздо более серьезная, связанная с тем, что будут заниматься не наукой, а какой-то, так сказать, такой, ну, скажем так, банковской, коммерческой деятельностью. Мне кажется, что это очень серьезная проблема, связанная с тем, что вот этот потенциал любознательности, потенциал стремления на новые рубежи и способность этот потенциал реализовывать у нас в стране не будет, так сказать, должным образом использована. Ну и, наконец, самый последний сюжет, и я заканчиваю. Зачем Земля на Марс? Ну, говоря в таком, так сказать, стратегическом плане, в плане, скажем так, тысячелетий, и, может быть, десятков тысячелетий, что на самом деле совсем короткий масштаб, если вспомнить, что в Москве 800 сколько-то лет, то есть почти те же самые 10-3 лет. Конечно же, надо рассматривать Марс как запасную планету, потому что, конечно же, когда человек полетел в космос, конечно, это же недаром называлось шагом в новую среду обитания, конечно же, космос станет новой средой обитания, и то, что мы летали на Марс так интенсивно связано не только с тем, что мы соревновались с американцами, а также и с тем, что просто нам это было значимо и интересно. К сожалению, у нас в стране этот процесс сейчас фактически прервался, вот на этой картинке изображен последний марсианский космический аппарат, который в нашей стране был запущен и долетел до Марса, это случилось в 1988 году, отнимите сами от 2012. И то, что мы все-таки начинаем осознавать это, и вот пускай, пока на Земле готовимся к марсианской экспедиции, тем более, что у нас в космонавтике накоплен замечательный опыт длительных космических полетов, и именно длительный космический полет является необходимым условием марсианской экспедиции, это очень важно. И я хочу сказать, что другие страны, другие космические державы, безусловно, будут развивать космонавтику в направлении Марса, вот здесь показана картинка из одного из докладов НАСА, о том, каким образом будет развиваться марсианская программа в Америке. И здесь обсуждаются пути, как вы видите, как лететь. Вначале лететь через Луну, потом через астероид к Марсу, или вначале к астероиду, потом на Луну, потом на Марс. Но в любом случае Марс является стратегическим, стратегической целью и вопрос только выбора пути в направлении этой цели. Значит, сейчас существуют уже другие активные космические державы, мы все наблюдаем, видим успехи Китая в изучении, освоении космоса. И я хочу сказать, что, в общем, Китай в значительной степени перенял вот ту структуру организации космической программы, которая была в нашей стране в советскую эпоху. И в рамках этой структуры они сейчас достаточно успешно и, в общем-то, не жалея денег и усилий, создают свою китайскую космонавтику. Они сейчас ставят совершенно конкретные задачи по изучению Луны. Вы должны знать, что относительно недавно там отработал второй орбитальный аппарат Чанг-Е-2 вокруг Луны. Они планируют посадку на Луну автоматов, они обсуждают посадку на Луну людей. И я уверен в том, что в их планах, стратегических направлениях также есть полеты в сторону Марса. Значит, в нашей программе вы также знаете, что относительно недавно обсуждалась стратегическая программа до 30-го года по развитию нашей космонавтики. Вот вы здесь видите строчку, где написано, что после 30-го года у нас может быть произведен полет на Марс. В рамках этой программы вы видите, что мы выбрали траекторию в направлении Марса через Луну. То есть вначале это пилотируемые программы по освоению Луны, созданию инфраструктуры, превращение Луны в некотором смысле в плацдарм для дальнейшего продвижения в космосе. Но очень важно, чтобы эта программа, которая сейчас обсуждается, формулируется, чтобы она была программой реальных проектов, чтобы те проекты, которые намечены не только на 30-й или 20-й год, а чтобы те программы, которые намечены на 15-й год, на 16-й год, на 17-й год, а такие программы сейчас есть в нашей повестке, чтобы они были успешно выполнены, чтобы народ, наши налогоплательщики, люди, которые этим интересуются, чтобы они видели осязаемые конкретные результаты этой деятельности. Только в этом случае мы действительно сможем выйти на рубеже освоения Марса к 30-му году, а иначе это все останется прожитетством. Ну и я думаю, что это мой последний слайд, я думаю, что оптимистическая картина освоения Марса представлена здесь. Я думаю, что вот сейчас можно зафиксировать момент, вы видите, летит МКС над планетой Земля, можно зафиксировать момент, на самом деле этот момент уже давно наступил, когда обеспечено постоянное присутствие человека в космосе. Вот на оквоземной орбите, начиная, я думаю, вот с тех годов, когда полетел МКС, человек просто присутствует постоянно. Я думаю, что к концу этого века будет создана лунная база или несколько лунных баз. я думаю, что наиболее эффективно, чтобы это было международные лунные базы, то есть следующий шаг после международной космической станции. И я думаю, что в этом веке произойдет также факт постоянного присутствия человека экспедиции на луне, исследовательских экспедиций. И я думаю, что в обозримой перспективе следующим шагом будет также создание обитаемой инфраструктуры базы на Марсе для изучения той планеты, которую я вам так вот рассказывал на протяжении этого времени. У меня все спасибо. Большое спасибо, Игорь Георгиевич. По некоторой почти традиции начну все-таки я. И дальше разумеется дам слово другим нашим коллегам. Я понимаю, скажем так, некоторое время назад у нас было выступление связанное с позицией не необходимости пилотируемой космонавтики, необходимости космонавтики, но не пилотируемой. Вот сегодня вы выступили с позицией обратной, хотя мне кажется, что для общей вашей концепции, для того, как вы видите направление исследований, это скринвление факультативное. Почему мне так кажется? Это может быть пилотируемость кораблей столь дальних. если я правильно принимаю позицию тех, кто считает, не нужен сосредотачиваться на путешествии человека в космос, но при этом усиливать непилотируемую космонавтику. Они рассматривают космические аппараты как удаленные манипуляторы при необходимости постоянного развития контроля со стороны тех, кто запускает дальнейшего контроля и так далее. Вот тот пример, который вы привели в обознавании необходимости пилотируемости, когда спущенный аппарат без человека дал действительно картинку, дал информацию о поверхности, но никак не помог понять, что на некоторой глубине находится водяной лед, поскольку он неизбежно работал в парадигме тех, которые он запустил. Это ведь относится к человеку, ведь и человек-космонавт работает в определенной парадигме, он сам по себе за пределы того, что обсуждается в этот момент в некотором сообществе, в котором он существует, он не выходит. И если представить себе контроль со стороны, такой постоянный контроль со стороны Земли, со стороны Центра управления полетом за этим аппаратом и появление идей в Центре управления полетом о необходимости как-то просветить грунт, это мог бы сделать и непилотируемый аппарат. Это ведь не вопрос пилотируемости и непилотируемости, это вопрос, видимо, изменения парадигмы. Вы знаете, Борис, это на самом деле очень глубокий вопрос, который вы задали. И я сейчас постараюсь максимально кратко сказать сразу три комментария. Первый комментарий такой. Все-таки, когда мы говорим об освоении космоса, я правильно понимаю, и это на самом деле мировоззренческий вопрос, я правильно понимаю, что мы четко для себя разделяем. Изучение космических процессов. Ну вот, например, у нас сегодня тоже на семинаре обсуждали наблюдение одного из квазаров. Ну, понимаете, ну вот в том физическом представлении, которое у меня сейчас есть, ну никогда мы туда не попадем. А вот, например, космические гонос-плески, которые я люблю изучать, они были испущены тогда, когда еще не было Солнечной системы. Я их рад изучать, но я понимаю, что я их не осваиваю. А вот есть космос, есть область космоса, где я могу сказать слово «освоение». И слово «освоение» это означает поставить там, если угодно, геополитический флаг. Так вот, флаг может поставить только человека. Главное не поставить флагов, а главное получить от этого пользу. Вот освоить это означает начинать получать пользу от того, что я туда попал. Так вот, давайте тогда скажем так, давайте будем прагматиками. Вот давайте мы скажем, что мы хотим получать пользу от Луны максимально, и в рамках этого мы будем выбирать, когда бойца послать, а когда автомат. Вот если мне выгоднее сейчас туда послать автомат, я пошлю автомат. Если нужно туда послать человека, потому что там, вот скажем, есть какая-то неопределенность, и все-таки, я хочу сказать, что все-таки человеческая интуиция это то, чего не имеет автомат. А понимаете, если мне мысль в голову пришла, когда уже автомат улетел, то уже все. Даже если я поумнел, а у него уже нет, условно говоря, такого специального диапазона. Поэтому, вот если мы скажем, что в нашу стратегическую задачу входит присутствие на рубежах космоса, достижимых для нас, и возможность их использования, или свободы принятия решений, использовать или не использовать, то вот это главный вопрос. А уже вторичным является вопрос бойца посылать, извините, не бойца, а героя России, космонавта, или туда посылать автомат. Вот давайте так рассуждать. И это мой второй комментарий. Вот на третий комментарий я хочу сказать, вот посмотрите на этих ребят. Ну вот наверняка он бы отковырнул бы камень, вот этот, который смотрит на эту ракету. Понимаете, даже если бы он и бабушка не разрешил. Потому что это ему было интересно. Вот никогда автомат не будет отковыривать то, что ему программист запретил. А вот этот парень наверняка туда полезет. Это та самая любознательность, которая отличает исследователя человека, пускай даже непослушного, от вот такого, так сказать, запрограммированного автомата. Это был мой третий. Но ведь аппарат, который управляют люди со своей любознательностью. Нет спектрального диапазона. Вот я хочу сказать, вот он сделал эту машину, ведь, понимаете, вот вдумайтесь, что происходит. Вот мы делаем сейчас космический аппарат, мы его делаем один раз, мы его испытываем с самого начала, с нуля до уже, как бы, ледного испытания. Он улетает навсегда, и я уже ничего с ним не могу сделать. Если даже мне пришло в голову, что надо было бы мне вот тут, вот вы вспомните, какая была проблема серьезная, когда оказались неправильные зеркала на Хаббле, и как туда пришлось лететь, и эти зеркала менять, и так далее. Если бы это было в лаборатории или в обсерватории на наземном телескопе, это двухнедельная проблема. Почему выгодно делать обсерваторию на Луне? Я не говорю, что там нужно все время держать постоянный, так сказать, экипаж, чтобы он там сидел, так сказать, и накапливал сутки пребывания. Но если там стоит телескоп, и если этот телескоп, не дай бог, сломался, то вы туда слетали, заменили детали, поставили там какие-то новые современные узлы и улетели обратно. И ваша инфраструктура там присутствует постоянно, а МКС нам придется топить, а замечательную станцию Мир нам пришлось топить, а замечательную обсерваторию Компта нам пришлось топить, потому что это орбитальное движение, мы не можем его постоянно держать. Но ведь непилотируемая космонавтика вполне допускает постоянное присутствие. Это ровно то, что вы описали и даже показали, постоянная база на Луне, с летающими туда постоянно какими-то кораблями, с обновляемыми деталями и так далее. И это ведь само по себе не обязательно требует человека. Абсолютно не обязательно, мы просто сядем. Самое главное, я считаю, нам всем, это иметь свободу принятия решения. Вот нужно нам, условно говоря, что-то поставить, какой-то телескоп или починить. Вот мы сели, деньги посчитали. Вот что дешевле, что перспективнее, что технологически выгоднее, вот так и поступили. Вот надо, пошлем космонавта, а надо, сделаем автомат. Мы должны быть свободны в принятии этого решения. Да, вот с этой позиции я абсолютно согласен. Коллеги, поиск поднимается. Андрей Витаров. Институт микробиологии, можно ли я не буду вставать, чтобы не оплатить, что я тоже буду вставать. Большое спасибо, я получил большое удовольствие от вашей лекции, хотя ведь опоздал. И, если позвольте, начну с очень короткой реплики, а потом задам вопрос. На самом деле история с викингами была, насколько я помню, историю несколько сложнее. Биологические эксперименты дали положительный результат. Другое дело, что потом были предложены альтернативные объяснения, что это могло получиться и без всякой биологической активности, хотя найти органику хроматом аспектрометром не удалось. А теперь, собственно, вот вопрос, который я хотел задать. Один вопрос про жизнь на Марсе. Значит, история про метан существует уже несколько лет, но обычно на Земле, когда люди сталкиваются с вопросом биогенный или абиогенный метан, первый вопрос, который задает, а каков изотопный состав углерода в этом метане? Казалось бы, это достаточно легко разрешимо в условиях Морсенской экспедиции, есть ли какая-то работа в этом направлении? Я очень надеюсь, что один из приборов на борту марсохода Curiosity, прибор СЭМ, ответит на ваш вопрос. Спасибо. И второй вопрос, несколько более философский. Ну, хорошо, вот есть какие-то приборы на Марсе, которые каким-то образом его изучают, но как это приближает нас к решению той задачи о понимании механизма марсианской катастрофы, которую вы поставили, не слишком ли это мелко? То есть такое ощущение, что мы что-то там скребем по поверхности или фотографируем ее из меня, это понятно, но поскольку мы даже теоретически не понимаем, с какой стати удар астероида должен приводить к потере атмосферы, или понимаем, или как он может остановить потоки, которые приводят к генерации магнитного поля, то я не очень понимаю, как можем приблизиться к решению этих задач с поверхностными исследованиями на Марсе. Ну, я хочу сказать, ну, здесь как бы мой ответ такой, ну, двигаемся как можем. Понимаете, то есть в рамках того, что мы понимаем, в рамках тех средств, которые мы можем получить, мы, так сказать, делаем те эксперименты, которые позволяют нам, так сказать, в этом направлении приблизиться. Ну, вот, например, то, что на Марсе было сильное магнитное поле, это ведь данные, которые были получены относительно недавно, если я правильно помню, с Марс-сервейера, там просто были обнаружены области намагниченности, этот эффект намагниченности свидетельствовал о том, что когда-то давно именно такое сильное магнитное поле там было, и это, в общем, результат, который был получен в таких орбитальных экспериментах. Вот теперь вот мы совершенно, я с вами совершенно согласен по поводу изучения изотопного состава. Это тоже мощное, так сказать, мощное средство понимания того, какие эволюционные процессы, как менялось вещество, и что ушло, что пришло в процессе эволюции Марса. Поэтому, так сказать, если, ну, скажем так, если у наших коллег, у биологов, есть какие-то, так сказать, предложения о том, как этот путь познания можно ускорить и, скажем, сделать, ну, условно говоря, за те же деньги, в те же сроки, более, так сказать, четкую и следственную задачу, мы будем это готовы обсуждать. Но пока что вот кажется, что то, что мы сейчас видим, ну, то, что воды столько на Марсе, это же, в общем, ну, я немножко как бы пожалуюсь. Ведь мы же не долетели аппаратом ФОБОС-1 в сентябре 88-го года, который нес нейтронный прибор туда. И американцы не долетели на 92-м году на Марс, где-то в 92-м, по-моему, или 94-м, на Марс-Азове, я про это говорю, тоже несли туда нейтронный прибор. Потом Марс-96. И то, как Марс-экспресс в итоге долетел во втором, в 2002-м году, и мы уже через два месяца увидели, что воды полно. Понимаете? Поэтому как бы здесь можно, нас правильно нужно критиковать, и при этом давайте тогда обсуждать конструктивные предложения. Вот что лучше мы должны делать, чтобы быстрее вот эти, так сказать, вопросы понимать. Если я правильно понял ваш вопрос. Да, большое спасибо. Как биолог, я, что всегда за то, чтобы привезти кусочек сюда, и вот эти... А вот вся эта история с автоматом... А вот я хочу сказать, что вы привезти... Вот вы попробуйте, вот на самом деле, вы попробуйте сказать... Вот представьте себе такую ситуацию лет, там, через, скажем, 20, что вот эти космические автоматы наши скажут, что мы обнаружили жизнь на Марсе. Микроорганизмы примитивные. И давайте мы их теперь сюда привезем, и дадим нашим микробиологам их изучать. Вы знаете, какая волна зеленых поднимется? Вы знаете, какой будет шум? То есть я хочу сказать, что это еще надо там поизучать. А может быть, даже и вначале куда-нибудь по дороге отвезти, типа Луны, прежде чем это сюда везти. Понимаете? Поэтому, конечно, образцы надо доставлять. Но вопрос доставки образцов, он связан и с таким вопросом. А не занесем ли мы сюда чего такого? Надо не только на Марс не занести, но и сюда тоже не привезти. Можно зеленых сначала в школу, а потом только обновить? Нет? А это как они захотят. Они свободные люди в свободной стране. Вот как захотят, так и сделают. Так, хорошо. Но, во всяком случае, мы из этого диалога, кроме всего прочего, поняли, чего нам от Curiosity все-таки ждать из реальных научных результатов в каком-то обозревом будущем, и какие выводы из этого можно будет сделать. Curiosity очень серьезная космическая лаборатория. Я хочу сказать, что наши коллеги очень хорошо подобрали приборный состав. И я хочу сказать, что и сама машина достаточно надежная, и приборы, я надеюсь, пока что нет никаких свидетельств о том, что есть какие-то проблемы и отказы. Приборы хорошие. И вот эти аналитические инструменты, в которые грунт будет загружаться, я думаю, что вот они на многие такие вопросы, наших коллег, микробиологов, астробиологов, как вот сейчас уже сформировалось такое комьюнити, я думаю, что они смогут ответить. Спасибо. Еще, коллеги. Так, так, Ксения. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. У меня такой вопрос, я не знаю, входит ли это в вашу... Ближе микрофон. Я не знаю, входит ли это в вашу сферу специализации, но меня интересует вопрос вот парада планет, про который все говорят. Про что? По поводу парада планет, да. С точки зрения астрописики, насколько это опасно для нас? И вообще, что мы знаем о этом явлении? Ну, вы знаете, я действительно специально вот этими вопросами не занимаюсь, но мне кажется, вот исходя из таких общих астрофизических представлений, что это не опасно. Я думаю, что те эффекты, которые могут быть с этим связаны, а именно вот эти гравитационные, так сказать, ну, скажем так, сложения вот этих вот гравитационных сил, планет, которые оказались выстроены, мне кажется, что это пренебрежимо мало по сравнению с теми основными силами, которые, скажем, управляют движением Земли, движением Марса в том числе. Я хочу сказать, вот как бы в ответ немножко комментариев, что вот еще, так сказать, одна невезучесть Марса заключается в том, что у него нету Луны. И вот из-за этого его ось вращения под воздействием Юпитера достаточно сильно отклоняется, иногда у него пусть вращения прямо в сторону экватора направлены. И это, в общем, тоже, так сказать, его такое не совсем благоприятное свойство. И в данном случае понятно, что это влияет на Юпитер. Поэтому я думаю, что все-таки вот эти эффекты Солнца, Юпитера на нас, Луны, на нас, на Луну, это основные эффекты, а вот парад планет, я не думаю, что это что-то значит. Но это, кажется, вполне легко вычитаемые вещи. Я думаю, что все-таки, когда это вот говорится об этом, я не знаю, я, так сказать, не занимался этим специально, но я не думаю, что люди основываются на вычислении силы тяжести. Да, коллеги, дальше. Здравствуйте. У меня буквально уточняю еще такие вопросы. Скорее, первое, это по экспедиции Криосити, это когда будет достигнут кратер Гейла на временных рамках. Привет, мы там уже сидим. А, все, вы там уже, да? Как? Вот когда мы сидели? Паршют еще не до конца там все. А, или здесь. Сейчас я покажу картину. Паршют, понятно. Понятно. Это дно кратера Гейла. А, вот точечка, которая двигается. А точка, которая двигается, это марсапор. Он едет по поверхности. И этот вопрос заключается в том, вот красная стрелка ведет к чему? Это просто научное сообщество, которое является участниками этой эмиссии. Ведь вначале же не знали, куда сяли. Ведь достаточно большой был эллипс неопределенности. И в начале, первые несколько дней, просто люди определяли, куда же мы сели. По линии горизонта, по наблюдению, кстати, с орбиты. С орбиты достаточно быстро нашли просто, где находится аппарат. И когда поняли, куда мы сели, то стали смотреть вокруг. И выбирать тот район, куда интереснее всего сейчас подъехать. И провести там заключительные операции по изучению приборов, тестированию калибров. При этом все это уже было в кратере Гейла. И решили, что вот геологи подсказали, что здесь есть достаточно интересный район. И видите, относительно близко. Это расстояние меньше одного километра. Где сходятся разные геологические структуры в одном месте. И где можно было бы, так сказать, посмотреть, поизучать переменность состава вещества на достаточно близких расстояниях друг к другу. И этот район выбрали уже, находясь здесь, вот в этом вот мемориальной точке в честь Брэдбери, где получилась посадка Кириосити. То есть вот до этой точки все-таки красный лист вы найдете, когда? Я думаю, что через... Значит, понимаете, там на самом деле определяется все тем, но это как всегда, когда вот по Москве едешь, сколько будет остановок, сколько времени они будут стоять для того, чтобы что-то изучить на месте. Вот если остановок не будет, то я понимаю, что это несколько дней. Понял. И вот второй уточняющий вопрос, вы истекающий как бы из дискуссий в вашей жизни с геологами, но все-таки, чтобы, ну, как бы за трепрофона... Лиже-ближе к этому. Полностью понимание такой трепрофона. Если будет изучен затопный состав метана, вы сможете определить, бактериологическое это происхождение или нет? Или, опять же, там какие-то вопросы, вероятности? Вы знаете, я не знаю. Это надо, наверное, у биологов спросить. Я так не могу определенно сказать. Я знаю, что это приближает к ответу на этот вопрос. Но можно ли будет определенно сказать вот это вот? На самом деле, с точностью определенно, конечно, нет, поскольку это Марс, а не Земля. Если это Земля, то можно сказать определенно. А так, в принципе, насколько я помню, биогенный метан имеет несколько большее содержание, по-моему, легкого, углерода С-13. И С-12, простите, чем абиогенный метан. И, соответственно, если это окажется так, то это будет сильный аргумент, с вероятностью процентов 80, что это что-то биогенное. Но, конечно, окончательность можно будет сказать только тогда, когда метаногенный организм будет в Марсе доставлен, и в лаборатории ведущих. Да. Так, еще, коллеги. Да, но вообще вопрос, где же строить эту лабораторию, то ли на земной орбите, то ли на Луне, это, конечно, очень интересный вопрос. Какой лабораторию? По изучению образцов? Да, конечно. Опять-таки, надо деньги считать. Надо все время считать деньги, потому что если вы будете считать деньги, вы будете прагматично себя вести. Причем не только деньги сегодняшние, а, что еще более важно, завтрашние. Так, да. Андрей, вопрос. Есть ли какие-нибудь научные обоснованные методы по определению, когда, собственно, если было на Марсе большое количество воды, когда именно это происходило? То есть, возможно, с участием изотопов, опять же, или какие-то есть другие методы по определению, скажем так, таты, времени чека, когда произошло то, что произошло с Марсом, и он обезвоживался, скажем так, и превратился к пустыне? Ну, вот он не обезвоживался, а он просто резко сменил климатические условия. Я думаю, что сейчас вот я побоюсь вам эту цифру назвать, просто потому что по памяти могу ее неправильно назвать, но я знаю, что есть уже достаточно хорошие оценки, когда это произошло, и это действительно то, что я вот сейчас пытался сказать, что вот свойства поверхности, наличие там минералов, тех или иных, ну, скажем, вода, если она химически связана, это филосиликаты. Вот когда эти филосиликаты образовались, где они расположены, как они связаны с то, что называется геоморфологической структурой, вот это все используется для выстраивания вот этого календаря марсианских эпох. И я, насколько знаю, там, в общем, получается, что где-то первые сотни миллионов, на это я приблизительно говорю по памяти, где-то первые сотни миллионов лет, тире один миллиард. Это вот была вот эта эпоха, когда там был влажный, влажный такой климат. Вот. И кроме этого, я хочу сказать, что есть еще такой очень примитивный способ, поскольку поверхность Марса стационарна, она не имеет тектоники, это просто подсчет кратеров. То есть вот поскольку экспозиция поверхности астероидам в среднем должна происходить однородно, изотропно, то подсчитывая разные кратеры по размерам в разных местах, вы, в общем-то, можете определить их возраст и тем самым, так сказать, тоже вести какую-то такую геохронологию поверхности. То есть я хочу сказать, что в этом направлении, вот ваш вопрос, достаточно хорошо продлинулась марсианская наука. И вот эта вот эпоха, она сейчас вполне уже определяется, когда это было. Дорогие еще коллеги, я, может быть, позволь себе еще один вопрос. Предположим, вам когда-нибудь пришлось бы обосновывать необходимость создания научной лаборатории на Марсе. именно на Марсе. Какие интересные эксперименты, наблюдения можно было бы, удобнее было бы делать там, исходя из того, как он устроен, какие там реальные условия климатические, геологические, отсутствие атмосферы и так далее. Вот для чего он был бы удобен с точки зрения научных экспериментов, наблюдений? На Марсе есть атмосфера. На Марсе есть атмосфера, она просто тонкая. Да, тонкая атмосфера. И при этом там есть достаточно большое содержание углекислоты, ну вот хотя бы в этих полярных шапках. И я бы, наверное, тем более, что, в общем, чтобы создать эту лабораторию, опять-таки, извините, что я об этом говорил, но скажу не деньги, скажу ресурсы. Большие ресурсы были затрачены, то я бы, наверное, постарался бы поставить перед собой наиболее такую практически важную задачу. Я, наверное, бы стал смотреть о том, проводить эксперименты такие, каким образом можно Марс создать, превратить в планету более пригодную для жизни типа человеческого типа. Вот если бы уже вопрос о жизни на Марсе был бы решен, и мы бы уже понимали, чего там есть, чего там нет, и так далее, то я бы все-таки, вот вспомните вот эту, вот эту мою последнюю фразу, которую я закончил, про запасную планету. Все-таки вот мне бы очень хотелось, чтобы вот это вот освоение Марса происходило таким образом, чтобы там когда-то могла, вот не посещение, там не прилет для ремонта, как в случае на Луне, или там какая-то, так сказать, специальная миссия, а чтобы там просто могли возникнуть условия для постоянного проживания колонии людей, марсиан земного происхождения. И это тогда превратило бы земную цивилизацию в бессмертную, потому что тогда мы бы избегали риска вот этой вселенской катастрофы на Земле, которая сделает несовместимость с жизнью присутствия такого большого, такой большой популяции людей. То есть я хочу сказать, что мне кажется, что вот задача постепенной колонизации Марса с преобразованием природной среды, с подкачкой атмосферы, может быть, с созданием каких-то условий для парникового эффекта, это значит разогрев и так далее. Вот эти бы эксперименты надо было делать в первую очередь. Я так думаю. Ну там плохо с вечностью, наверное, потому что есть проблема, связанная с длительностью жизни Солнца, и галактики, и вообще протон распадается, я хочу сказать. Если человек будет у вас выступать, когда академик Рубаков, вы его спросите. Ну, собственно, в следующий четверг. Да, вот про нас, да. Но я когда говорю про вечность, понимаете, ну вот, например, динозавры погибли всего на все 60 миллионов лет, и кажется, что вот примерно с характерным временем порядка нескольких десятков миллионов лет вот что-то такое большое удаляет по Земле и делает, так сказать, на несколько лет совершенно, так сказать, безобразным наш климат, и, значит, растительность, значит, сельское хозяйство, значит, и прочее. И многие виды, кстати, погибают просто во время таких эпизодов. Так вот, тот, так сказать, преодолеть тот шаг вечности, о котором я говорю, это в десятки миллионов лет. Насчет Солнца я с вами совершенно не согласен, но это уже другой масштаб. Так, были руки. Вопрог, кто-то там в конце еще махал, по-моему, руками нет? Мне показалось. Я хотела еще один вопрос задать по поводу жизни на Марсе, по поводу вечности. Допустим, на Земле происходит какая-то техногенная катастрофа и столкновение с каким-то там телом из космоса. Люди находятся на Марсе. Во-первых, я не очень понимаю, как там можно воссоздать, подкачать атмосферу, как там можно воссоздать нормальные условия для жизни, если там, в принципе, все уничтожено. Мы не знаем, все ли уничтожено, но там произошла такая катастрофа на восстановление, от которой, я не знаю, там происходят какие-то восстановительные процессы уже сейчас. Требуется очень-очень много лет. И, допустим, вот Земля, уничтожена, люди находятся на Марсе, ведь все равно потребность... В чем вопрос? Вопрос в том, какие именно действия нужны для воссоздания там пригодной для человека среды или... Это первый вопрос. А второй вопрос в том, что, вот, допустим, да, Земля, в произведенной катастрофе Земля уже не существует, и люди, находящиеся на Марсе, им все равно нужны какие-то ресурсы извне, чтобы поддерживать свое существование. Или подразумевается уже то, что там будет такая среда для жизни, которая будет сама себя обеспечить, то есть она будет возможно ли самодостаточное существование? Да, самодостаточное существование. Ну, понимаете, Ксения, вы должны понимать, что мы сейчас находимся в очень-очень далеком масштабе времени. Но при том, все-таки, я это не устаю повторять, что если там великого Новгорода там тысячи лет, а сколько там лет земной цивилизации? Ну, там 20 тысяч лет, например. То есть я хочу сказать, что все-таки это те промежутки времени, которые уже соответствуют историческому, так сказать, какому-то знанию, историческому описанию. Так вот, если говорить вот на таких максимально обозримых промежутках времени, то я хочу сказать, что, конечно же, речь должна идти о том, чтобы вот эта колония была самоподдерживающей, самодостаточной, чтобы она, конечно, добывала все свои необходимые ресурсы для существования именно там, на месте. Я хочу сказать, что там много воды. Если там много воды, там много кислорода. Я хочу сказать, что вы должны знать, я уверен, что вы это знаете, что в земной атмосфере кислород есть только потому, что есть жизнь. Вот, если бы вдруг, не дай бог, жизнь пропала, ну, скажем, как леса амазонки вдруг стали бы пропадать, то у нас бы кислород тоже бы пропал достаточно быстро. Значит, подкачать атмосферу, сделать прониковый эффект, запустить некий, так сказать, процесс с обратной связью, это то, что люди, которые профессионально занимаются вот такими вопросами, есть такие люди, хотя, так сказать, их не много, но они есть. Это вполне разумные, так сказать, техногенные процессы, скажем, с положительным смыслом. Вот, если мы на земле умудряемся портить нашу природную среду какими-то техногенными процессами, то согласитесь, что это есть признак того, что при правильном поведении мы должны какими-то другими, но с похожими затратами энергии запустить процессы, которые, наоборот, будут работать в положительной смысле. Я, конечно, не говорю ни про завтра, ни послезавтра, но я говорю о том, что, в принципе, вот, об этом многие, кстати, пишут и говорят, что, в принципе, наличие вот такой, в кавычках, запасной планеты, как Марс, это вполне, скажем так, благоприятное, природное условие для нас, чтобы ставить и пытаться решить вот такие вопросы, поскольку Борис меня спросил, а то, с чем бы я бы попробовал бы заниматься, вот именно я бы попробовал бы заниматься вопросами, которые вы задаете, а сколько СО2 мне нужно, а как я могу это СО2 добывать там на месте, а с какой скоростью, скажем, и, может быть, какие бактерии станут мне там производить какие-то, так сказать, какой-то кислород и так далее, и так далее. Если вам удастся прорваться через сопротивление общественности, которое будет препятствовать уничтожению уникального природного комплекса Марса и его терраформирования, то тогда, очевидно, для реализации этих научных и практических планов необходимо решить проблему, полеты на Марс в разумное время и с такой вероятностью, так сказать, успешного завершения, чтобы не нужно было всем посетителям этой планеты присваивать звание Героя России. Для этого, очевидно, необходимы корабли с несколько лучшей энерговооруженностью, чем имеющиеся сейчас ракетные технологии, видимо, наверное, какие-то орбит-орбитальные корабли с ядерными двигателями и, соответственно, таких проектов еще с 60-х годов было много, но есть ли какие-то реальные разработки, которые могут увидеть себя в ближайшие 20-30 лет, которые бы позволили слетать на Марс мне за полтора года, допустим, за пару-трое в понедельник. Вы знаете, большое вам спасибо за этот вопрос. Как говорится, просто вы мне совершенно на клюшку, можно сказать, такую шайбу выложили, потому что я этого совершенно не касался. Дело в том, что мы действительно сейчас не можем идти на Марс. Вот на Луну можем. И я буду стараться всех убеждать, чтобы летели автоматы, а потом люди. А вот на Марс мы не можем людей посылать, потому что есть проблемы радиационной безопасности. Потому что во время перелета Земля-Марс, вот за эти 8-9 месяцев в одну сторону, велик риск того, что произойдет мощное солнечное протонное событие, мощная солнечная вспышка. И мы знаем, и это просто, так сказать, тоже научный факт, что некоторые такие протонные события несовместимы с жизнью. То есть действительно мы не можем отправлять людей. Солнечные физики не могут спрогнозировать активность Солнца на такой промежуток времени. На недельку могут, и на Луну, поэтому, пожалуйста, дождей не будет, условно говоря, посылайте. А вот на Марс не можем. Поэтому действительно полет человека на Марс, это безусловно требует нового технологического, ну скажем так, перевооружения, создания вот этой космонавтики. И да, действительно, эти вопросы сейчас серьезно обсуждаются. И это должно быть связано действительно с ядерными двигателями. И перелет должен продолжаться, ну скажем, две-три недели. То есть это должен быть короткий, короткий, быстрый перелет, когда действительно мы можем надежно прогнозировать радиационную безопасность. А там уже, на Марсе, там должны быть подготовлены, смотрите, фильм Кензадза, радиационное убежище. И если действительно происходит, так сказать, неблагоприятная ситуация радиационная, то люди должны укрываться от них до тех пор, как мы сейчас обсуждали с Ксенией, пока вместо 20 граммов на квадратный сантиметр в арсианской атмосфере там не станет гораздо больше, чтобы уже получить естественное экране. но ответ безусловно да. Действительно, для пилотируемых экспедиций, и это, кстати, понимают те люди, которые составляли вот этот план. Это я вот определенно знаю, и даже я знаю, что такие программы существуют вот по поводу 30-го года. Действительно, должны быть новые, новые ракетные системы, двигательные, на основе других принципов. И это понимают не только в России, но, соответственно, и... Сегодня в точности вот мы как раз у нас тоже был в брифинге, у нас был представитель администрации НАСА здесь в Москве, и этот вопрос как раз был задан. И действительно, сейчас вот в рамках той программы, которую поддерживает президент Обама в части вот освоения космоса, полетов на Марс, это именно создание, разработка новых технологий, которые позволили бы летать на Марс за достаточно короткое время, как я назвал, порядка нескольких дней. Это действительно это просто сейчас в работе находится, над этим работают инженеры. Так, спасибо. Еще? Маташа, скажите, пожалуйста, ваше отношение к программе Марш-500 является ли это просто каким-то, не знаю, развлечением? Если на вас не можем пока полететь, зачем это нужно? И какие-то другие сейчас я уже читала, что собираются энтузиасты, которые готовы участвовать в каких-то исследованиях в пустыне что-то делать, готовятся к какой-то намаз. Скажите об этих наземных испытаниях. Медик, это у вас какой-то смысл. Ну, я хочу сказать, что вот есть Институт медико-биологических проблем. Это, так сказать, наши хорошие коллеги, мы часто с ними встречаемся. Я, кстати, даже меня звали, когда было научное совещание по итогам этой миссии Марс-500. И вы знаете, я вот расскажу, что я считаю, что это надо делать. Потому что вот если вы поговорите с людьми, а я разговаривал с людьми, которые долго, с космонавтами, которые долго летали в космосе, я хочу сказать, что там же есть, вот я думаю, что наши биологи, наши коллеги биологи это подтвердят, там же есть свои человеческие проблемы. Понимаете, тут ведь дело не в том, что вот там у них это слово Марс написано на названии этого проекта, а дело в том, что это действительно люди, которые существовали вот в этом замкнутом пространстве, вот с этой, так сказать, но очень ограниченным, с очень ограниченным возможностью вот то, о чем говорил Борис, принятие решений каких-то новых ситуаций. То есть это была, так сказать, значительная изоляция. Причем они говорили, что вы знаете, даже очень раздражает людей, вот это вот распространение, конечное время распространение света. Вот это, для меня было совершенно неожиданно, вот когда в рамках такой программы специально симулируется ситуация, когда он разговаривает с центром управления, полетом, и при этом запаздывание составляет минуты, то в процессе вот этого диалога действительно у людей возникает, ну скажем так, вполне значимый психологический, социологический эффект. Я вот слушал доклады, и мне это было достаточно интересно. То есть я хочу сказать, насколько я могу так ответить на ваш вопрос, скажем, мнением немножко осведомленного обывателя, потому что я сам профессионально этим не занимаюсь. я думаю, я думаю, что тайна человеческой психики также нуждается в изучении и в понимании того, насколько вот, так сказать, вот этот экипаж действительно в состоянии будет не только туда, так сказать, прилететь. Вот вспомните, бороться и искать, найти и не сдаваться. Я никогда не мог понять, почему не сдаваться. Уже нашли. Понимаете, то есть вот это психологические вопросы, вопросы взаимодействия разных людей в коллективе. Я думаю, что это вполне значимая задача для таких экспериментов. Вот я так думаю. Спасибо большое. По-моему, замечательно, совершенно стартное другое встрече.